Музыка Пришло время подвести итоги пятницы 9 июня в студии Кристина Бериева. Добрый вечер. Кругом вода. Очередной раз Владикавказские улицы оказались затопленными. Причина тому – ливень, обрушившийся на столицу республики накануне. О том, кто виноват и что делать, нам рассказали в администрации местного самоуправления города Владикавказ. Обычно всегда городские власти обвиняют. Но здесь, в этой истории, дело обстоит не так. У нас был заключен муниципальный контракт на прокладку ливневой канализации диаметром 1600 мм. Это именно район Виколины со сбросом туда уже дальше, по каналу существующему. Там тоже сейчас ведутся работы. С вводом в строю этой ливневой канализации вся проблема была бы решена. Она тянется с микрорайона Новый город. Контракт, исполнение контракта согласно дополнительному соглашению ООО «Промбурвод» было на 31 марта текущего года. Сегодня уже июнь месяц. Выполнение контракта сорвано. Мы уже будем применять к этой организации штрафные санкции за то, что они вовремя работы не выполнили. Сейчас там, вот недавно, вы знаете, было совещание у главы города Албегова Бориса Харитоновича. Данный вопрос под пристальным его вниманием. Он практически ежедневно этим вопросом интересуется. С учетом того, что и люди возмущены, мы сами это прекрасно понимаем. Там машины затапливают, проехать нельзя. Конечно, это вызывает большое недовольствие горожан. Но технически сейчас, пока эту ливневую канализацию не введем в строй, в решении нет никакого. Некуда воду сбрасывать. Она как бы, вот этот круг возле Виколин, он как бы в низине находится. Да и вода там собирается, воду отвезти некуда. Было протокольное решение, где ООО «Промбурвод» на себя взяли обязательство завершить работу по прокладке ливневой канализации. Я все понимаю, я от имени администрации еще раз извиняюсь перед горожанами, перед владельцами автомашин за неудобства, которые им созданы. Но мы постараемся проследить, чтобы работы в самый кратчайший срок был выполнен, и вся проблема будет речена. У нас по городу Владикавказу, вот это единственная точка, где мы практически сейчас пока вопрос отвода ливневого ввода решить не можем. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по республике Северная Осетия Алания провело публичные слушания. На повестке дня обсуждение по правоприменительной практике. К участию в мероприятии были приглашены представители федеральных и республиканских органов власти, органов местного самоуправления, общероссийских и региональных общественных организаций, а также руководство поднадзорных предприятий. Как подчеркнули собравшиеся в числе важнейших полномочий управления Федеральный государственный экологический надзор, данная функция управления осуществляется в соответствии с Федеральным законом об охране окружающей среды на объектах хозяйственной или иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и включенных в утверждаемый Министерством природных ресурсов Российской Федерации перечень. Как подчеркнул в своем докладе руководитель Федеральной службы в сфере природопользования по Северной Осетии Виталий Кокоев, в соответствии с изменением в законодательстве и управлении с 2015 года, ведет активную работу по снижению избыточной административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Количество плановых проверок ежегодно сокращается. По сравнению с 2014 годом оно сократилось на 83%. В целях дополнительного снижения избыточного давления на хозяйствующие субъекты и сокращения проверок по выполнению ранее данных предписаний, управлением практикуется указание в предписаниях при наличии нескольких нарушений одного срока их исполнения. Отдельной строкой надзорной деятельности проходит работа по реализации мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение или ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потребления на территории Северной Осетии. Так, в 2016 году в результате проведенных сотрудниками управления рейдовых мероприятий было выявлено 14 несанкционированных свалок, строительных и твердых коммунальных отходов. Все выявленные свалки были добровольно ликвидированы администрациями соответствующих муниципальных образований. Также за указанный период предъявлено два расчета за ущерб, нанесенный почвам, в результате несанкционированного размещения отходов на сумму более 52 тысяч рублей. В 2017 году данная работа продолжена. Второй год подряд в администрации местного самоуправления Валдикавказа в торжественной обстановке вручают главное удостоверение личности. Паспорта 14-летним гражданам России вручали заместитель главы администрации местного самоуправления Роман Газюмов, замглавы администрации, главы и правительства Таймурас Федаров, зампредседателя совета ветеранов Руслан Бедоев, начальник полиции по городу Валдикавказ Казбек Бекмурзов, председатель комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Марат Басиев. Мероприятие организовано Российским союзом молодежи и комитетом молодежной политики и спорта администрации Валдикавказа совместно с ФМС Республики и по замыслу организаторов вручение первого официального документа должно запомниться молодым людям надолго. Это стало для ребят праздником. Теперь я чувствую ответственность, так у меня есть паспорт. Я рада, что мне вручили в такой торжественной обстановке. Я не забуду этот день, мне очень понравилось. Он останется в моей памяти навсегда. В Северной Осетии на сегодняшний день зарегистрировано около 13 тысяч единиц мототранспортных средств. Большинство из них уже давно не эксплуатируется. В связи с этим Госавтоинспекция Республики обращается к владельцам мотоциклов, которые подлежат утилизации. Вам необходимо с заявлением и паспортом обратиться в любое регистрационное отделение ГИБДД и снять с учета транспортное средство. Обращаем ваше внимание, при снятии с учета мототранспорта, подлежащего утилизации, оплата не требуется. Всю интересующую информацию можно получить в интернете на портале Госуслуг и по телефонам 59 22 53 и 59 22 42. Такими событиями запомнится пятница 9 июня. Все выпуски программы «7 минут с городом» вы можете посмотреть на официальном сайте администрации местного самоуправления столицы Республики. До свидания, хороших выходных с Днем России!